К нам присоединяется Юрий Романюк, глава Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО». Доброе утро, Юрий. Доброе утро, студия. Доброе утро, студия. Юрий, ну тут стоит еще добавить, что премьер-министр Украины сказал, что в первую очередь, конечно же, Украина, помимо того, что была бы благодарна за ведение войск наших западных партнеров, но, конечно же, сейчас нам необходимо в первую очередь оружие. То есть пока что внутри Украины не идет речи абсолютно о том, что будут какие-то заявления или просьбы касательно ведения войск НАТО. Но давайте обсудим саму форму, да, и всплеск этот информационный, который накануне произошел практически, потому что, как вы видите, в чем причина? Во-первых, то, что вышло в републике, то что скажете? Это, ну, скажем так, появление неких красных линий для Российской Федерации сознательно было опубликовано для того, чтобы, возможно, привлечь читателей? Или же здесь конкретно идут вещи, и действительно, где-то, ну, скажем так, за дверями страны НАТО обсуждают развитие событий, на что способна Российская Федерация, и как этому противостоять? Как вы оцениваете, ну, фактически впервые озвучившие такие две красные линии? Абсолютно правильно вы говорите. Первое всего, скорее всего, в штаб-квартире НАТО есть целый отдел стратегического планирования. Это их прямая обязанность в целом понимать любые сценарии, которые могут произойти в войне разведенной России против Украины. В отношении этих двух красных линий, которые рассматривают в НАТО, в первую очередь, по поводу агрессии третьей стороны против Украины, это не НАТО будет переменять пятую статью своего Вашингтонского договора и защищать Украину. Имеется в виду, что отдельные государства, члены Североатлантического альянса, будут помогать Украине, так как это, к примеру, заявили во Франции, говорил об этом президент Макрон, Польша, страны Балтии, возможно, Дания и Нидерланды, возможно, также Швеция. Но это точно не, к примеру, Словакия, либо же Венгрия, с минимальным шансом того, что это может быть Италия, Испания и Португалия, которые, скорее всего, не будут участвовать в помощи Украине. В отношении второго варианта, если будет военная провокация против Польши и стран Балтии, вот тогда, напомню, они страны НАТО, в отличие от Украины, там тогда будет применена пятая статья Вашингтонского договора об общей коллективной защите своих союзников, членов Североатлантического альянса. Это главная разница между Украиной и членами НАТО. И разная будет, естественно, реакция. В случае Украины, это отдельные члены НАТО, которые сам будут проявлять инициативу и желание помогать Украине. А в отношении стран-членов НАТО, таких как Польша, либо стран Балтии, тогда по-другому будут действовать, будут другие сценарии, тут будет уже действовать четвертая и пятая статья Вашингтонского договора. В этом разница. Но это их обязанность так планировать, и в том числе их разведки не исключают развитие таких событий. Мы знаем, что Путин давит на Лукашенко, хочет использовать белорусскую армию, которая примерно 40-50 тысяч под оружием, как говорится, под ружьем. И они могут, скажем так, представлять определенную угрозу на севере Украины. Именно поэтому Эммануэль Макрон, президент Франции, предлагал Украине помощь, к примеру, разместить свои войска, французские войска, на севере Украины, на белорусской границе, чтобы не дать Белоруссии и России напасть на Украину. А те бригады, которые находятся там, украинские бригады на севере Украины, будут, к примеру, отправлены на восток и юг Украины. В Одессе, в том числе, такая же ситуация, в Одесской области, где размещены наши определенные военные подразделения, будет ротация, там могут вступить, к примеру, французские войска, будут защищать своими системами ПВО, авиации, прикрывать Одессу, и в том числе и наш юго-западный регион. Украинские же войска будут направлены по ротации на восток и юг Украины, в район Запорожья, Луганска, Донецка. Вот так примерно. По крайней мере, более-менее все аналитики и в целом эксперты, которые выступают по этой теме, об этом говорят. О таких сценариях. Возможно. Как вариант. А вот касательно заявления лидера демократического меньшинства в палате представителей Конгресса Хакима Джеффереса, здесь все чего больше. Отдельного, скажем так, мнения политика, которое расхоже абсолютно с политикой Америки в принципе, потому что позже спикер Госдепа США Мэтью Миллер напомнил, что Америка не будет отправлять свои войска в Украину. Байдене раздал об этом понять. Вот. Как вы видите, и вообще в принципе, может ли США запретить какой-либо другой стране НАТО в случае чего, вот если решит эта страна, да, помочь Украине вводить войска. И мы понимаем, что официально как бы, да, нет, каждая страна НАТО все равно независима в своих решениях, но тем не менее, кулуарно или опять-таки какие-то политические давления со стороны США могут происходить в той или иной стране, если, к примеру, Франция, если все-таки будут приняты такие решения. Смотрите, в соответствии с заявлением, заявление демократического большинства в Конгрессе США, он четко и ясно заявил о том, что Штаты должны больше помогать Украине. Речь не идет вот о том, чтобы отправлять войска американские в Украину. До ноября, до выборов президента Соединенных Штатов Америки, ни о какой отправке войск, даже гипотетической, никакой политик США не будет говорить, так как эта тема абсолютно не популярна, как среди демократов, так и среди республиканцев. Поэтому я исключаю в целом этот вариант до президентских выборов. В контексте предоставления помощи Украине военной, финансовой помощи, материальной помощи, это то, что Соединенные Штаты Америки уже делают. Их оборонно-промышленный комплекс до конца 2024 года должен выйти на уровень примерно миллиона снарядов 155-го калибра. В следующем 2025 году будет уже полтора миллиона снарядов 155-го калибра. Если также о Европе, которая также настраивает сейчас выпуск снарядов 155-го калибра, еще миллион, полтора миллиона снарядов в конце 2024-го, в начале 2025-го годов. Поэтому Запад общими силами будет помогать Украине, имея уже более серьезные мощности оборонно-промышленного комплекса, которые не были задействованы, а уничтожались последние 30-40 лет в Европе и США. В целом около 2,5 миллионов снарядов будут производить этот ОПК из Штатов Европы в год. Это более чем достаточно для обеспечения нужд вооруженных сил Украины в войне, развязанной России. Это, кстати, еще один вариант развития событий. Безусловно, США уже передают Украине помощь. Напомню, проголосовали почти 61 миллиард долларов. Большое количество этих финансов рассчитано на очень долгий период конца 2026-го года. То есть не факт, что в конце, в целом в этом году будут потрачены эти деньги. Именно это он имел в виду, что лучше помогать оружием Украине, чем потом помогать людьми. Что Соединенные Штаты Америки, им легче сейчас расстаться с десятками миллиардов долларов, чем потом уже тратить человеческий ресурс и тратить триллионы уже долларов. Не забываем в том числе о том, что пребывание армии США в Афганистане за 20 лет обошлось бюджету американцам более 2 триллионов долларов. 2 триллионов долларов только один Афганистан. Скорее всего, это имели в виду, когда говорили об этом перед президентскими выборами, что США вместе с Европой должны больше помогать Украине. Поменялась концепция. В том числе хотят, чтобы Украина победила, а Россия проиграла в этой войне. Конкретно в этой войне. Но они точно не хотят, к сожалению, такая догма у Соединенных Штатов Америки, чтобы Россия в целом проиграла, чтобы была катастрофа. Хотят, чтобы Россия сохранилась в управляемых руках Кремля, так как этого когда-то хотел Буш Старший. 34-35 лет тому назад, который прилетал в Киев и Верховная Радия Украины призывала украинцев не говорить о своей независимости, не приводить к распаду Советского Союза, а оставаться в обновленной федерации, конфедеранции, которую мы уже должны были выбрать. Это очень дорого стоило после того, как в США называли этот спич «Чиккен Киев», «Котлета по-киевски». И его не избрали на второй срок из-за катастрофической и ошибочной позиции в контексте отношений его к Украине. Неправильно. Иногда президенты США поступают, не нужно их идеализировать, что их политика абсолютно правильная. Также ошибки делали во время Первой мировой войны, Второй мировой войны, после Второй мировой войны, последние 30 лет. Также совершают ошибки, в том числе, и, возможно, могут заводить в безысходность своей политикой иногда. Поэтому должны слушать, должны советоваться, но Украина должна поступать по-своему в своих национальных интересах. Исключительно Украина должна стоять превыше всего, а не мысль и идеи Вашингтона. Хотя, естественно, мы говорим огромное спасибо и благодарны за ту помощь в том противостоянии, которое есть между Украиной и Россией, потому что без союзников было бы тяжело выстоять. И далее о реакции Российской Федерации. Очень важно также ваше мнение, поскольку, чтобы понимать, да, к чему, каким сценарием идет вообще ситуация, поскольку реакция была молниеносна и очень, ну, на первый взгляд, истерически выглядела. Итак, тем временем, армия Российской Федерации по поручению диктатора Путина собирается провести учение с тактическим ядерным оружием. Как сообщили Минобороны России, это якобы будет ответом Москвы на высказывания западных официальных лиц в адрес России. Вероятно, речь идет о недавнем также заявлении главы британского МИДа о том, что Украина имеет полное право бить оружием с Единенного Королевства по российским объектам в тылу самой Федерации. На ядерные угрозы Кремля уже отреагировали ряд стран. Так, например, Швеция призвала Российскую Федерацию не нагнетать ситуацию и действовать соответственно. А в США посоветовали Путину вывести свои войска из Украины, если тот хочет уберечь армию от потерь на фронте. И на фоне усиления, естественно, помощи Украине со стороны стран Запада. Давайте услышим и обсудим. Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, то самый легкий способ избежать этого – просто вывести свои войска. Для лидера крупной ядерной державы просто безрассудно и безответственно бряться с ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США. Ну вот касательно, конечно же, тактического ядерного оружия интересует ваше мнение, поскольку здесь несколько интересных моментов. Это, по вашему мнению, повышение ставок, да, бряться невозможно просто оружием. И кому этот посыл больше адресован, поскольку непонятно, а где же применять его собираются? По Британии, что ли? Ну, это агония. Это элемент гибридной войны, пропаганды, запугивания Запада, в том числе, что мы, Россия, якобы будем стоять до конца в этой войне. Вы не победите в этой войне, имеется в виду коллективный Запад. Это для внутренней, глубинной аудитории народа, так называемого российского, накануне интронизации очередной Путина, ну и в том числе в контексте 9 мая. Это элемент победобесия. Я бы на это не обращал бы внимания, на Западе на это никто серьезно не обращает внимания, никаких подтверждений того, что тактическое ядерное оружие в какой-то способ уже активировали, возможно, активизировали с действия этих военных подразделений, которые обслуживают ядерное оружие разведки США и НАТО. Я не нашло таких подтверждений. Более того, через несколько недель будет, скорее всего, естественно, встреча, ваяж такой, так называемого президента Путина в Китае, к Си Цзиньпиню, где Си Цзиньпинь в очередной раз после его поездки в Европу, встречи с Макроном в том числе, сделает, скорее всего, предупреждение Путина о том, что мы надеемся, естественно, на это, надеемся на то, что Си Цзиньпинь говорил Макрону о том, что Китай не будет военно помогать Российской Федерации и предоставлять ей в том числе любую помощь двойного назначения, как гражданского, так и оборонного назначения. Будем надеяться, что Китайская Народная Республика сделает точный последний выбор между Российской Федерацией и цивилизованным миром и поставит Российскую Федерацию на место. И напомнит Путину в том числе о том, что использовать ядерную дубинку и запугивать весь мир, Европу, это опасно для него же. Как вы помните, Китай и в том числе премьер Индии делали такое предупреждение на G20 Путину, вот это такое предупреждение, чтобы он этим больше не занимался. Тем не менее, Путин, да. Спасибо вам большое, Юрий, за ваше время для нас. Напомню нашим зрителям, Юрий Романюк, глава Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» был с нами на связи. Субтитры создавал DimaTorzok